Мы продолжаем наш выпуск новостями с передовой. Фронтовая жизнь на Донбассе сейчас это жизнь под постоянными обстрелами. Причем и из настоящих пушек, и из пропагандистских орудий. На информационном фронте враг атак не ослабляет. И очередное доказательство тому было на этой неделе. Боевики в районе Донецка обстреляли позиции украинских военных и мирные кварталы на оккупированной территории. При этом обвинили в артнолете нашу армию. Ирина Баглай провела целое расследование и развенчала очередную ложь боевиков. О массированной атаке пропаганды и ее методах посмотрите далее. Огонь! Шесть единиц града. По зениту. Вечером 5 ноября боевики выпускают кассеты из града в сторону Авдеевки и Опытного, подконтрольных Украине. Жуткий звук ракет сразу узнают жители расстрелянных окраин. Здесь очень сильные два взрыва было. Такие над домами пролетали. Грады, наверное, шелестели. Облаки поднимались черные, там метров на 50 вверх. Но основной удар вражеского обстрела пришелся на позиции украинских военных. Было порядка шести налетов огневых. Порядка шести налетов залпов. Были по 8-10 снарядов одночасно. Потом 10-15 минут перерва. Потом снова. Я так понимаю, что, наверное, где сидел коррегувальник. Корректировщиков засекли на цементном заводе в поселке Спартак на окраине Донецка. Куча щебня и песка. Так как 20 вагонов пробить нельзя достать нельзя. Два человека, которые корректируют огонь. Залп прошел, они пока перезаряжаются. Люди прячутся. Стреляя из орудий, боевики одновременно открывают огонь из пропагандистских пушек. Сперва обстрел маскируют под якобы взрывающиеся боеприпасы на складе ВСУ в районе прифронтового опытного. Затем калибром лжи покрупнее. Стреляют кремлевские вести РУ. Обвиняют во всем украинскую армию. И по традиции приплетают сюда гибель ребенка. Но тут у пропагандистов произошел сбой. Пока СМИ раскручивают эту тему, сами же российские военные и боевики отрицают смерть из-за обстрела. Причиной взрыва, по предварительным данным, стал неразорвавшийся боеприпас, который был на этой детской площадке. Взрыв произошел в результате неосторожного обращения с неизвестным предметом. Коробочкой, которую нашли ребята, пытались открыть. Ничего не получилось. В итоге они бросили у нее камни. И она взорвалась. Вот это место, позиция под истиноватской розыской, на которой днем и ночью не прекращается огонь. Артиллерия боевиков работала из нескольких точек. Несмотря на постоянный прицельный огонь, по наблюдательным позициям наших пехотинцев, военным удается зафиксировать, откуда стреляют. Арта работает, получается, на въезде в Донецк, в жилые районы. О том, что в захваченные Донецк истиноватую зашли две батареи самоходных арт-установок «Гвоздика» и «Шесть градов», за несколько дней до этого сообщает украинская разведка и подтверждает ОБСЕ. Отработав по позициям, боевики переходят на меньший калибр и разворачивают минометы на Донецк. Это их обычная тактика к гибридной войне. Здравствуйте, это программа «Стопфейк» в студии Руслан Дениченко. Мы пытаемся помочь вам разобраться, кто и зачем врет с экранов телевизоров и как отличить правду от лжи в газетах и журналах. Вранье российских СМИ – это профиль организации «Стопфейк». Тут работают журналисты, преподаватели и выпускники Киево-Могилянской академии. С 2014 года на их счету сотни разоблачений. Это и факты наглого вранья, вроде распятых мальчиков и снегирей, и циничные арт-обстрелы, в которых обвиняют украинскую сторону. Мы за помощью телевидения установили, что это были обстрелы не украинских войсков, а, например, дом на Куйбышево в Донецке. По характеру отворений мы установили, что это были обстрелы с танка и установили, что отстань, с которого ввелся этот обстрел. И это было именно с территории, которая контролировалась сепаратистами. Орудия боевиков остаются и в этот раз скрытыми от глаз местных жителей, но не от их ушей. Вот что пишет во время обстрела житель Донецка, блогер, регулярно разоблачающий ложь оккупантов. От вылета до падения снаряда было 3 секунды. Значит, стреляли не в СУ. В Донецке даже дети понимают, кто и откуда стрелял, если слышно вылет и падение. Камеры РОС-ТВ приехали ровно через 10 минут после обстрела. И действительно, российские каналы уже на месте, едва умолкают пушки. Это буквально произошло, может быть, полчаса назад. Но обойдя улицы, так и не находят остатков ракет, якобы выпущенных из подконтрольной Украины территорий. Тем временем в воронках с человеческий рост украинские военные собирают урожай осколков. Вот смотрите, осколки больше всего, что это СБМ-21 град. За несколько секунд сколько доказательств взбирал. С одной вырвать. Острый? Острый, острый, смотрите. Смотрите, острый. Что хочет человек? Да, я думаю, ничего не остается, перережет просто и все. Не поможет ни бронежилет, ни каска. Я, с вашего позволения, хотел бы одну цитату зачитать. Столкновения крупных группировок войск уходят в прошлое. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей. Георгий Тука, который сам не единожды оказывался объектом атаки пропагандистов, цитирует начальника Генштаба Министерства обороны России. И в очередном обстреле мирных городов уверяет, несложно разобрать российский почерк. Когда бредовые страшилки не работают, в ход идут пушки. Это использует регулярная армия Российской Федерации и силы специальных операций. Этот метод, он широко известен для дезинформации. В том числе не только для внутреннего потребителя, я имею в виду жителей Донецкой и Луганской области, но и для граждан Российской Федерации и на международной арене. Разыгрывая очередной спектакль, боевики рассчитывают подавить морально и вызвать волну протеста у измученных обстрелами людей. Но живущим на линии огня не до представлений. Только спасение одно подвал. Если прямого поводания не будет, может, останемся, может, останемся живые. Ирина Баглая, Даниль Косаковский, Сергей Дубинин, Богдан Вербицкий и Марьяна Буракова из Донецкой области. Подробности недели.